Дорогие друзья, я обращаюсь к вам именно так, потому что у меня нет врагов. У меня есть мои соотечественники, мои братья, попавшие в беду. Я не хочу, чтобы вы умирали. Я такой же, как и вы, военнослужащий, так же, как и вы, я принимал военную присягу. Наверняка среди вас, среди тех ребят, которые воюют сейчас на Украине, есть немало молодых, кто принимал присягу совсем недавно, кто еще помнит, о чем там говорится. Так вот, есть там такая фраза. Клянусь, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. Вот в соответствии со своим конституционным правом на свободу слова, я обращаюсь к вам. Товарищи, братишки, пожалуйста, пока не поздно. Мы должны сложить оружие. Это не наша война. Разве вы не видите, что нас обманывают, что нас используют? Скольких из нас отправили якобы на учение, чтобы затем бросить на верную смерть пушечное мясо? Да и вообще, о какой Конституции может идти речь, когда сейчас призывы к милу и здравому смыслу являются преступлением, а назвать войну войной – это предательство? Народ, одумайтесь. То, что сейчас происходит – это война. Как ты ее не назови? Также в военной присяге есть такая фраза. Клянусь, мужественно защищать свободу и независимость Российской Федерации. А от кого защищать? Разве ей что-то угрожает? Разве это украинцы пришли к нам бомбить наши города и обстреливать наши дома ракетами? Разве все вот эти женщины, дети и старики, живущие в своей свободной стране, представляют собой угрозу для нашего Отечества? Я так не думаю. Нет, вы, конечно, можете просто выполнить приказ, не задумываясь нажать на спуск и уничтожить все, что попадет в прицел. И вам за это ничего не будет. Возможно, правительство даже наградит вас. А вот другое дело, сможете ли вы жить с этим всю оставшуюся жизнь? Можно лгать гражданам, можно лгать всем окружающим, личному составу. А вот сможете ли вы всю оставшуюся жизнь лгать самим себе, убеждая себя, что вот именно эти дети, погибшие из-за наших с вами действий, представляли угрозу для конституционного строя России? А думайте, пока еще не поздно, еще есть возможность сложить оружие. Каждый из нас может быть супергероем и участвовать в спасении мира. И это не трусость. Настоящее мужество заключается не в том, чтобы стрелять в таких же, как мы, молодых ребят, которые так же, как и мы, заслуживают право на жизнь и счастье. Мужество заключается в том, чтобы признать свои ошибки и сделать шаг к их исправлению. Я уже сделал свой выбор. И моя совесть чиста. И если завтра меня объявят предателем и преступником за мой выбор, да будет так. Зато вот на этих вот руках не будет ни крови, ни одного мирного жителя Украины. Российское правительство не оставило нам выбора. И если они хотят видеть нас преступниками, значит мы будем преступниками. Но с чистой совестью. Ребята, пока не поздно, возвращайтесь домой. Вас там любят и ждут. Живите и дайте жить другим. Поехали домой, ребята. Нет войне. Спасибо вам всем. И благослови вас Бог. Субтитры подогнал «Симон»